Денис приветствую тебя на очередной эфир разбираем с тобой традиционно фундаментальные технически то что на рынках интересного видим делимся нашими идеями с подписчиками теми кто следит за совместным аналитическим контентом всегда приятно обсудить с тобой рынок посмотреть на твой технический взгляд на то что происходит ну и конечно же вдвойне приятнее сознавать тот факт что очень часто наши с тобой рекомендации сделки и вообще отношения но сходится и в принципе это подтверждает такой симбиотических анализ в тандеме работы которые может получать шансы на достижение тех целей так но сегодняшний день заседание банка англии безусловно традиционно четверг называет по факту крайне насыщенного дня для американской экономики супер четвергом потому что заседание процентная ставка решение относительно программы количественного смягчения странные заявления прогнозы по экономическому росту по инфляции и все за один день я кстати помню времена это было больше пяти лет назад когда сюда статистику размывали на неделю а потом собрали в рамках одной торговой сессии ну наверное тем интереснее последить будет за движениями потому что точно фунт сегодня покажет платильность выше среднего я надеюсь то что фунт сможет зарядиться опять же достаточно силы для развития тенденции в дальнейшем и выйти на те уровни которые хотелось бы вот видите некоторое время назад мы с тобой уже комментировали фунт но с тех пор прошло очень много времени я сейчас опять же ну можем перейти конгресса цена чтобы посмотреть индекс доллара друзья сейчас на ваших экранах тоже на своих брифингах ежедневных постоянно рассказываю про то что может случиться с долларом сейчас мы ждем но он фарм кэрллс как раз счет который будет крайне важен для поведения доллара потому что пролил свет на планы регулятора касательно сокращение программы количественного смягчения вот буквально до выхода вчерашнего релиза идпи я понимал позицию тех кто ставил на ожидание дальнейшего мощного роста индекса доллара потому что они прогнозировали что выдают сначала хорошие цифры по идпи а на основании этого отчета можно будет сделать вывод на сильных данных по на фарм кэрллс а на основании сильных данных по на фарм кэрллс можно будет поддержать идею того что фрс начнет сворачивать программы количественного смягчения чуть не в сентябре уже но и дебе очень сильно разочаровал я надеюсь все посмотрели экономический календарь даже тех кто в принципе может не интересоваться фундаментом но должны все таки на такие основные параметры поглядывать и депи 330 тысяч новых рабочих мест прогноз был 700 тысяч то есть посмотрите насколько а хуже все-таки реальная цифра оказалась и я опять же согласен то что обычная депи криверность на фарм параллс но в каком порядке поэтому опираясь на эти цифры по идпи думаю что он он фарм разочарует а в пятницу соответственно доллар который сейчас непонятно конечно же на чем растет но может быть доллар снова поверили как защитный активность ситуации с ковидом ну не знаю так лирическое отступление я все-таки говорю о тех фактах которые вот сами сейчас вырисовываются ставлю на разочаровывающие макроэкономические данные из сша и соответственно на снижение курса американского доллара если кому интересно в качестве спекулятивной сделки вот сейчас как раз на графике совсем на рядом находится 137 период скользящий средний и я думаю что разворот должен произойти вот диапазоне но там сейчас 92 30 92 50 поэтому эта зона как раз для открытия на коротких позиций что касается риска вот сегодня в противовес с тем что я сказал по доллару можно обратить внимание на фунт учитывая то что сегодня еще и заседание банка англии и даже если бы не было сейчас заседание банка англии я бы предположил что если сценарий с долларом отработается то есть доллар получит слабину риск подрастет в моменте сейчас пара фунт-доллар котируется на отметке 138 90 и я считаю что при опять же ожиданиях слабого доллара и с учетом того что сегодня банк англии может просигнализировать о готовности начать ужесточать денежно-кредитную политику на основании роста инфляции который мы видели в англии на основании довольно неплохих показателей по производственному сектору по а сфере услуг и на основании того что англия которая некоторое время назад была регионом с максимальным риском по распространению количества заболевших я имею ввиду новый штамм дельта сейчас при всех вот этих водных из-за эффективной кампании по вакцинации в англии количество заболевших снижается и это тоже победа для английской экономики поэтому рассчитываю на жесткую риторику регулятора жесткая риторика банк англии это фактор поддержки для пункта как действовать предлагаю посмотреть на уровень 139 139 10 и поставили тоже бай стоп при пробой этого значения ждать уже пару выше отметки 1 41 40 50 стоп лосс можно закинуть на уровень 137 40 и пару слов еще если опять же тебя тоже есть с точки зрения техники по золоту которая продолжает оставаться целом в рамках коридора уже больше месяца но у нас бывают эти появляются периодически всплески волатильности вот сейчас прям на графике прекрасно видно когда золото улетало вот 29 июля в конце прошлого месяца там выше окна 1825 потом быстро корректируют вчерашний день то же самое и вот коридор 1795 1815 выдерживается я бы ориентировался на 1800 1795 вот на этот коридор и оттуда бы в случае достижения золота граница снова бы покупался со целями 1825 и выше и не слово тебе так хорошо отлично значит демонстрацию экрана включил по идее должно быть уже видно значит что могу сказать по поводу индекса доллара я 100 по полностью согласен я точно так же смотрю его дальше на продолжение вниз единственное только у меня зонка вот именно основная область сопротивления у меня находится все немножко выше это 92 50 92 85 и этот диапазон по сути это можно назвать как паттерн перепозиционирование либо перекрытие сегментов те ключевые откатные уровни которые формировались при тренде вверх они уже были перекрыты причем перекрыты на сто процентов соответственно при подобной комбинации цена формирует правый сегмент накопления то есть коррекция которая вчера началась но она пока еще такая совсем уж маленькая но тем не менее какая есть вчера началась и сегодня пока уперлись здесь самый первый фактор это нисходящее трендовое но это такой немножко слабоватый скажем фактор как дополнение всегда использую но основная зонка все-таки чуть выше поэтому я в принципе не исключаю что могут и попытаться с текущих очень хорошо откинуть цену либо все-таки добить до главной такой контрольной мощной зоны и с нее уже спикировать вниз поэтому здесь я ожидаю что все-таки заход вниз будет как минимум в область предыдущего накопления то 90 либо там 90 с половиной в общем вот к этим минимумом которые были сформированы у нас еще в мае и июне текущего начале июня текущего года так что в целом да я точно также смотрю на движение вниз по индексу доллара именно с технической точки зрения что касается фунта по фунту есть две зоны они у меня еще с понедельника ничего не менялось абсолютно потому что цена по флете то есть ту точку откуда стартовали в понедельник это же точки сейчас и вернулись а я смотрю очень позитивно на фунт потому что это с точки зрения техники у нас было сделано абсолютно инверторное движение относительно индекса доллара то есть здесь у нас был сделан предыдущие накопление оно было полностью перекрыто вверх причем даже и позапрошлое было перекрыто на 90 процентов и более и таким образом у нас появилось две зоны две области покупатель есть вот еще одна такая промежуточная мне не очень нравится она какая-то такая немного размазанная значит самая ближайшая там где находится сейчас цена 38 60 38 95 и чуть пониже это 37 20 37 80 мне конечно же хотелось бы чтобы цена дошла до нижней зоны хотя я понимаю что на ставки на потом дальнейшей пресс-конференции от банка англии вероятность такого события все-таки совсем уж небольшая скорее всего с текущей зоны могут запросто пойти дальше в рост причем ростом достаточно хороший намечается то есть это как минимум там 1 41 1 42 где-то в те дебри в принципе цели можно уточнять еще несколько раз то дело 20 самое главное что тут цена пошла ну либо да уже более нижние зоны поэтому на текущую пока лимит не ставлю потому что ну просто не люблю с точки зрения рис прибыль открывать сделки прямо от ближайшей зоны от более дальних гораздо выгоднее но в целом с направленностью движения я тебя полностью поддерживаю в данном случае тоже считаю что фунт это именно растущий будет у нас инструмент ближайшее время собственно и некоторые другие вот и его лучше покупать поэтому абсолютно не исключаю что могут действительность текущей зоны дать вверх особенно учитывая корреляцию с индексом доллара вот но что касается золото золото у нас конечно вчера любопытный фильм строила красиво сходили вверх сделали накопление все недели очень красиво внизу и четко в это же накопление прям видно где красным цветом показаны слотики горизонтальные гистограммы и сюда же цена опять-таки вернулась как по мету в идеале конечно дать шпильку еще вниз это было бы просто супер классно и из этого диапазона уже пойти снова такие врос где-то в область 1850 накопление здесь действительно мощное сейчас котировки торгуются по декабрьскому контракт потому что открытый интерес весьма мощно сместился более 400 тысяч контрактов открытого интереса в то время как контракте августа вообще абсолютно ничего не осталось хотя экспирация будет у нас через три недели получается так что все на декабрьском сейчас перекладывать уже был на долгосроке самый главный вопрос в этом всем в какую сторону перекладывают на такое среднесрочное движение до декабря то есть я склоняюсь к вариант что перекладывать все таки на растущий сегмент потому что учитывая общую всю эту комбинацию которая была сделана очень логично увидеть движение верс перехаем и с перспективами до конца года где-то в районе двух тысяч такие цифры в принципе взять я считаю абсолютно не проблемам знаем золото любит ходить умеет ходить иногда за пару месяцев может запросто достигать подобных движений по волатильности поэтому золото у меня точно также растущая как и перспективы по фунту и соответственно в противовес падение по индексу доллара денис спасибо тебе за точку зрения классно то что нас опять в целом тенденции по ожиданиям совпадают да смотрим теперь как поведет себя на самом деле сегодня напоминает заседание банка англии ждем соответствующие реакции британца если реакция будет вялой не расстраивайтесь завтра свое грязное дело сделает но он параллс который точно раскачать всех по еще остается зажатым и с него стоит ли торговать или нет ну а мы с денисом уже подведем итоги через неделю если денис у тебя будет возможность можно прям все четверг собраться спасибо тебе большое за твое время и хорошего закрытия недели пока тебе тоже самое отлично и до скорых встреч пока пока